Насколько ресурсоснабжающие организации округа готовы к зиме, узнал наш корреспондент. Приходилось тяжело, приходилось таскать все до 16 этажа на себе. В многоквартирном доме в Октябрьском появились лифты, подробности в сюжете. Сегодня мы всем залом пели песню о нашей стране, и это тоже патриотизм, это чувство единения. В кадетской школе отметили День Московской области. Под флагом нашего клуба мы уже второй десяток, здесь организовываем фестивали. Байкеры завершили мотосезон, об этом расскажем в финале выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомств отчитались в проделанной работе временно исполняющему полномочия главы муниципалитета Владимиру Волкову. Подробности в материале моих коллег. На минувшей неделе в межмуниципальное управление МВД России Люберецкая поступило 2000 обращений. 23 заявления стали поводом для возбуждения уголовных дел. На территории обслуживания ведомства произошло 171 ДТП. В результате них никто не пострадал. 49 раз в Люберецкие спасатели выезжали по сигналу тревоги. В трех случаях пришлось бороться с огнем. Все происшествия произошли не в жилых помещениях и не повлекли за собой человеческие жертвы или ущерб здоровью. В проделанной работе отчитались представители ЖКХ, а также ресурсоснабжающих организаций. Отдельной темой на совещании стали ливневые канализации. Обязанность по их содержанию лежит на плечах Люберецкого водоканала. АО Люберецкий водоканал помимо обслуживания и текущего ремонта выполнил собственными силами прокладку ливневой канализации и устройство ливнеприемных колодцев. Там, где невозможно проложить ливневую канализацию, устанавливаются дождеприемные колодцы с последующим обслуживанием, их откачкой, без привлечения подрядных организаций. Эти работы были выполнены. Петр Лирник перечислил наиболее проблемные участки, где требуется реконструкция ливневых насосных станций или обустройство новых, а также назвал адреса, где необходимо откачать воду с помощью специальной техники. Владимир Волков дал поручение устранить подтопление в кратчайшие сроки. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе начали проверку ресурсоснабжающих организаций на их готовность к зиме. В числе первых – Либерецкий водоканал. Барабан поворачивается, вот там насос стоит. 75 спецмашин и 600 сотрудников Либерецкого водоканала готовы к предстоящим холодам. Это предприятие, которое работает 24 на 7. Здесь отложена работа как в штатных ситуациях, так и в аварийных. Техника, в принципе, 100% обеспечена. Это два экскаватора, промывочная машина, дежурный автомобиль. Каждый день бригада в дежурном режиме находится на предприятии, и при поступлении заявки она оперативно выезжает на место. Чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать ЧП, на предприятии ежедневно дежурят по 20 человек. Оценить степень готовности личного состава к зимнему сезону приехал Владимир Волков. Он осмотрел спецтранспорт и дополнительное оборудование для ликвидации аварийных ситуаций. Предприятие готово на 100%. И, конечно же, мы в течение еще полутора-двух недель объедем все предприятия, проверим, чтобы вот такой вот уровень, такая подготовка была достойная у каждого предприятия, у каждого руководителя, чтобы нам пройти зимний период достойно. Теперь в очереди на проверку управляющие компании, дорожные службы, а также все, кто задействован в обслуживании округа. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Организации, которые будут отвечать за уборку дворов и автомобильных магистралей в зимний период, сейчас под пристальным вниманием надзорных органов. Сотрудники главного управления содержания территорий посетили Люберецкое ДЭП. Результаты проверки в нашем следующем сюжете. 44 единицы техники, 180 человек, 6000 тонн песко-соляной смеси. К первым снегопадам Люберецкое ДЭП подготовилось заблаговременно. Запас противогололётных реагентов до конца года закуплен. 80% специализированных машин переобуты на зимний период. Это у нас в основном КДМ, трактора МТЗ, 82-е, 320-е для тротуаров. Также у нас грейдер есть, есть снегопогрузчики, есть просто погрузчики. В этом году новую технику не приобретали. В принципе, предприятие оснащено всем необходимым. В этом лично убедились представители главного управления содержания территорий Московской области. Специалисты осмотрели технику, проверили наличие необходимого инвентаря и материалов. Претензий и замечаний к руководству предприятия нет. Сегодня была проверена ОКБ ЖКХ или Берецкое ДЭП на предмет готовности к зимнему периоду 2023 года. Данные организации готовы к зимнему периоду, даны рекомендации главного управления содержания территории, которые находятся на контроле, они будут устранены. Также ревизоры ознакомились с документацией готовности мест для снегосвалок. В этом году, согласно постановлению администрации, в округе определено три участка для складирования снега. Луиза Игязырян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В многоквартирном доме в Октябрьском завершают установку пассажирских лифтов, которые в своё время не установил застройщик. В 2015 году высотку сдали в эксплуатацию с многочисленными нарушениями. Как жители справлялись с неудобствами, выяснял наш корреспондент. Ходилось тяжело, приходилось таскать всё до 16 этажа на себе. Тонн пять, наверное, стройматериалов затащили на 16 этаж. Дом долго не принимали. Купили квартиру в 2011 году, а заселился я в 2018 году, в январе только. В момент заселения в подъезде Александра Брюнина не было никакого лифта, ни пассажирского, ни грузового. И лишь в 2019 появился маленький подъёмник. Но с нагрузками 19-этажного здания он, конечно, не справлялся. Сейчас на месте огромной дыры, где все эти годы должен был работать пассажирский лифт, и готовятся к пусконаладке. Работу мы начали в 01-08. Лифты были очень сложны, потому что они были разобраны. После строительства здесь он был недокомплектован и разобран. Также мы меняли все направляющие. Полностью лифт был заменен. Такая же картина во втором подъезде установка грузоподъёмников завершится к концу этого месяца. Решением проблемы занялась администрация городского округа Люберцы, включив этот дом в 2021 году в краткосрочный план программы капитального ремонта. Сейчас в стадии согласования с правительством Московской области вопрос по восстановлению переходных балконов, которые находятся в ненормативном состоянии. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Жители округа продолжают отправляться для формирования воинских подразделений в рамках частичной мобилизации. О её начале 21 сентября объявил президент России. Каждый день у Люберецкого военкомата собирается не один десяток мужчин. Это не только те, кто получил повестку, а в первую очередь добровольцы. Как услышали, что нужны родине люди, не постеснялись, позвонили, собрали ребят, в пятером приехали, расписались, погрузились в рамках. Сыновей, отцов, братьев провожают друзья и родные. Родители едва сдерживают эмоции, но каждый испытывает чувство гордости. Только живой и здоровый он должен вернуться. Победа за нами. Из военкомата мобилизованных отправляют в учебные части. В Подмосковье основными площадками стали парк «Патриот», который вмещает 2500 человек, и центр подготовки «Авангард» в Кубинке. Настрой у всех боевой. Потому что надо защищать родину. Все только с победой приедем. Исходя из своих военно-учётных специальностей, люберчане пройдут подготовку, освоят современную военную технику и оружие. После завершения тренировки мобилизованных отправят в зону специальной военной операции на защиту рубежей Отечества. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялся концерт в поддержку российских бойцов, участвующих в специальной военной операции. Он прошёл в Центральном парке города. На нём побывали и мы. Патриотический концерт под девизом «Своих не бросаем» провели по инициативе Люберецкого отделения Российского союза молодёжи. Со сцены звучали слова поддержки в адрес российских военнослужащих, среди которых есть и жители округа, ушедшие защищать рубежи нашей Родины. Защищать от тех, кто на протяжении многих лет, конечно же, своими поступками, своим поведением, своим таким бандитским подходом унижали и обижали людей. Это недопустимо. Искреннее желание, чтобы этот конфликт как можно быстрее закончился, и мы опять жили бы в богатой, сильной, красивой стране под названием Россия. Артисты, общественники, члены ветеранских и патриотических организаций и просто неравнодушные люберчане вышли на сцену, чтобы поддержать участников специальной военной операции и жителей новых регионов России, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Я прожила уже много лет, но никогда не думала, что вот это повторится. Спасибо нашей России, что все-таки спасла этот народ. Пусть они живут с нами. А чем можем, мы будем помогать. Защищаем свою землю и, конечно, прежде всего хочется пожелать ребятам живыми, здоровыми и с победой. В концерте принял участие и финалист телевизионного шоу «Голос 60 плюс», заслуженный художник России, люберчанин Александр Рожников. Мы поддерживали наших ребят, которые с оружием в руках отстаивают нашу свободу и независимость, чтобы все вернулись домой здоровыми, на своих ногах, потому что мы их ждем, мы их любим. Это наши дети. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Научно-производственное предприятие «Звезда» отметило юбилей. Легендарному заводу, где изготовили скафандры для Юрия Гагарина, Алексея Леонова и других знаменитых космонавтов, исполнилось 70 лет. В честь праздника на территории предприятия состоялся концерт. Туда пригласили съемочную группу нашего телеканала. Главная миссия – обеспечение безопасных и комфортных полетов. Уже 70 лет разработки «Звезды» спасают жизни тем, кто отрывается от Земли. Будь то на самолете, боевой винтокрылой машине или на космическом корабле. Это единственный в стране научно-технический центр, где производят систему дозаправки в воздухе при дальней авиации. Каким было предприятие при его становлении и каким оно стало сейчас, руководство и сотрудники вспоминали на торжественном собрании. В далеком 1952 году герой социалистического труда Симеон Михайлович Алексеев со своими единомышленниками заложил основу для такого уникального, неповторимого в мире предприятия. За короткий период, практически на пустом месте, ему удалось создать предприятие, которое в течение первого десятилетия разработало и снарядило наши военно-воздушные силы образцами защитных шлемов, противоперегруженных и высотнокомпенсирующих костюмов, высотных скафандров. На праздничном концерте отметились сотрудников, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие предприятия. Это конструкторы, инженеры, слесари и сварщики, швей и технологи. Всего более полутора тысяч человек. Среди награжденных Валентина Маряева и Татьяна Бутенко. Каждая из них работает на звезде уже 50 лет. Пришли сюда, когда завод отмечал свое 20-летие. У меня здесь прошла почти вся жизнь. Все молодые годы, уже эмоции переполняю. Конечно. И очень благодарна заводу, что отметили. Они шьют, я принимаю все эти костюмы, все это самое. Все через мои руки проходит. Не дай бог где-то что-то, это же жизнь человека зависит. Последнее, как говорится, слово за нами. На юбилей предприятия пригласили людей, для которых и работает звезда. Кто, как не они, могут дать оценку катапольным креслам и системам, которые неоднократно спасали их жизни и помогали сохранять в целости летательные аппараты. Ваше кресло позволяло мне и моим коллегам работать до последнего и возвращать машину, когда было полное право расстаться с ней. Не повезло. Спасибо вам огромное за спасенные жизни и за спасенные самолеты. О значимости научно-производственного комплекса говорили не только летчики, испытатели и космонавты, но и представители власти. Среди всех многочисленных предприятий городского округа звезда по праву считается гордостью Люберец. Благодаря вам наша страна находится на серьезном технологическом уровне. Спасибо вам за это огромное. Все, что зависит от городского округа, от взаимодействия нашего, будем всегда поддерживать вас. На праздничную сцену вышли также творческие коллективы и артисты городского округа. Среди них были и сотрудники звезды. Кроме высоких научных разработок, они поют, играют на музыкальных инструментах и занимаются спортом. Одним словом, уникальный коллектив уникального предприятия. Да здравствует, дважды орденоносная, имени академика Северина, научно-производственное предприятие «Звезда». Вуиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина отметили День профессионального технического образования. В этом году этой системе исполнилось 82 года. Тему продолжит наш корреспондент. Выбирай профессиональное образование! В Люберецком техникуме работает более 200 педагогов. Среди них половина преподавателей с высшей категорией и шесть кандидатов наук. В честь праздника их поздравил Владимир Волков. Юрий Алексеевич Гагарин традиции заложил очень серьезные. И вы продолжатели этих традиций. Огромное вам еще раз спасибо за то, что вы делаете, за ваш труд. Потому что учителям нельзя стать, научиться, прийти просто образование. Учитель – это призвание. Скорее всего, с этим надо родиться. Педагоги и студенты показали мастерские. Весь материал, запчасти и оборудование, которое они там используют, применяется на настоящих производствах. Среди партнеров, которые обеспечивают техникум учебным пособием, ведущие предприятия по производству летательных аппаратов. Например, вертолет на территории техникума – подарок завода имени Миля. Замечаю коррозию на некоторых местах, на лопатках, на каких-то корпусах или нагар бывает после полета. Когда обучаешь студента на бумажном инструменте, на деревянном инструменте, а он потом приходит в производство и не понимает, что ему делать с настоящим молотком или каким-то другим инструментом, он этого не понимает. А когда он сталкивается уже, работает с основным инструментом, который применяется в производстве, он получает полностью, мне кажется, стопроцентный опыт работы с инструментом. Всего в техникуме имени Гагарина ежегодно обучаются 2000 студентов по 27 направлениям. Многие из них после учебы остаются в стенах своей альмаматор. Очень много молодых педагогов выливается понемножку ежегодно. И отрадно то, что эти молодые педагоги – наши бывшие выпускники. Статус государственного праздника – День системы профессионального технического образования – обрел в июле этого года. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. День учителя отпраздновали люберецкие педагоги. Руководители учреждений и тех, кто отличился профессиональными заслугами, чествовали в инженерно-технологическом лицее. В адрес тех, кто вкладывает в детей не только знания, но и душу, прозвучали слова признательности. Еще раз огромное спасибо за то, что каждый день, испытывая эмоции, подбирая правильные ключи к каждому ребенку, находите его и даете те знания, которые получают наши дети. Добра, здоровья, вам благополучия, вам замечательных, благодарных учеников. Чтобы все, кто сегодня учится, смотрели смело в будущее, чтобы мы могли гордиться нашими учениками. Будьте здоровы и счастливы. В округе образование подрастающего поколения лежит на плечах двух тысяч учителей и тысячи воспитателей. Отличившимся педагогам вручили заслуженные награды. Среди награжденных – учитель английского языка 11-й школы Юлия Пчелкина. Как, наверное, и многие в моей профессии, я с детства мечтала быть учителем. Ну а как еще? Какая еще может быть профессия лучше, чем учитель? Традиционно в День учителя люберецким педагогам вручили сертификаты на получение жилья. В этом году на воселье справят еще пять человек. Среди них Анастасия Ткачева. В выборе профессии молодой педагог не сомневалась. Продолжила педагогическую династию. Для нее воспитатель – это не просто слово. Любящий детей с огромным сердцем, которое горит, которое пылает, чтобы свой огонь передать другим. Очень люблю вспоминать свое детство. И мне хотелось бы такие же воспоминания подарить и своим малышам, чтобы они тоже с любовью вспоминали это время, приходили в гости, делились своими победами, своими увлечениями. Среди гостей праздника – ветераны педагогического труда. Многие из них продолжают работать и сегодня, являясь достойным примером для молодых учителей. Каким должен быть настоящий учитель? Добрый, ответственный, строгий. Все качества, которые есть у человека, надо вложить в ребенка. И самое главное – понимать детей. Музыкальный подарок, подготовленный артистами и творческими коллективами округа, завершил праздник. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Учитель – это призвание. От того, насколько хорошо он сможет донести информацию и заинтересовать, зависят успехи учеников. Один из таких примеров, когда любовь к профессии заинтересовала десятки детей – учитель технологии гимназии номер 16 «Интерес». Здравствуйте, дети. Сегодня мы с вами будем проводить урок по теме лазерная обработка материалов. С такими словами Алексей Воронов заходит в кабинет уже на протяжении 8 лет. За это время на его глазах сменилось несколько поколений учеников. Но одно остается неизменным – его любовь к работе. Работа заключается в том, чтобы учить детей, чтобы заинтересовать детей, чтобы привлечь их и дать им возможности, которых нет у других детей. Увлечь их, направить в нужное русло, чтобы они не табуретки делали, а роботов. Понимаете, не какие-то скамейки или доски, а квадрокоптеры и манипуляторы какие-то, чтобы это максимально технологично было. Преподавать технологию и готовить школьников к Олимпиадам Алексей Воронов начал в инженерной школе номер 6. Уже тогда мы на заключительном этапе с мальчиком взяли призёры заключительного этапа. Мы хотели, конечно, сразу стать победителями, но не получилось. Может быть, даже вот этот вот успех, неполный успех, как раз и сподвигнул на работу в Олимпиаде более плотно, более интересно. Более плотная подготовка к Олимпиадам началась в 2016 году, когда он перешёл на работу в 16-ю гимназию. В этом году Алексей вместе со своими учениками дошли до финала Всероссийской Олимпиады школьников. Как итог, четыре победителя заключительного этапа и четыре призёра. В этом году мы очень так хорошо потрудились. Мы сразу изначально готовили восемь ребят с гимназии и ещё четверых ребят с других школ нашего городского округа. Вот один из проектов с Олимпиады этого года – разработка концепции Ристопаба-платформа. Значит, макет внутреннего помещения, ресторанная платформа, дизайн помещения продуман. На то, чтобы сделать подобные проекты, уходит от нескольких месяцев до года. Самое долгое – дизайн, а дальше подготовка макетов к выходу на станок. Одна из работ, которая стала победителем конкурса в этом году – робот-помощник. Здесь стоял шоссе направленный микрофон, вот здесь сверху. Соответственно, он воспринимал команду человека. Там стоял микрокомпьютер с микроконтроллером. Микрокомпьютер обрабатывал, собственно, все эти команды посылал на сервер. И в зависимости от ответа, от сервера, он посылал команду на микроконтроллер. К примеру выдвинуть ящик. Мальчик в высшей степени одарённый. Он в прошлом году, обучаясь в седьмом классе, стал победителем заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников среди девятых классов. Помимо колоссального опыта, финалисты Всероссийской Олимпиады получают денежные призы. А старшеклассники, которые стали победителями и призёрами заключительного этапа, ещё попадают в список одарённых детей России. И это даёт им право поступать в любой вуз без вступительных испытаний. Одна из учениц Алексея Воронова – Арина Ярошенко. Так и планируют сделать. В планах у меня поступить в МГТУ имени Баумана, на кафедру дизайна или машиностроения. Алексей Алексеевич, он умеет как-то разглядеть потенциал человека так, чтобы правильно замотивировать, найти подход к каждому. И меня это заинтересовало. Алексей Воронов работает в школе уже 8 лет. За годы преподавания под его началом 42 школьника Люберецкого округа высоко оценили на Олимпиадах разного уровня. 12 человек становились победителями и призёрами Всероссийских Олимпиад и 30 учеников региональных. Мария Антонова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Православная школа «Образ», расположенная в Малаховке, отметила 30 лет со дня создания. В 1992 году учебное заведение, где совместили программу обычной школы и обучение основам православной веры, стало одним из первых учреждений такого типа в России. Юбилей – это не только праздник, но и рубеж, когда принято подводить итоги. Подробности мероприятия в материале нашего корреспондента. Домовой храм преподобного Сергия Радонежского. Место, где развернулись основные праздничные события – божественная литургия и причастие. По традиции начали с самых маленьких – дошкольников и первоклассников. Ныне смиренно приносящие, как Господа, Владыка и Благодетеля, славим, хвалим, поем и величаем. Провели литургию архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Оба знакомы со школой непонаслышки. Митрополит Евгений 20 лет назад здесь преподавал. Старался, конечно, готовиться к уроку, к каждой встрече с детьми. Таким образом, чтобы, вот знаете, как бывает, встречаются два камня и высекают искры. А бывает, что только крошатся и обсыпаются. Вот, конечно, старались. И меня этому учили, и педагоги, чтобы на каждом уроке высекалась искра. Учащиеся родители – выпускники, гости праздника. Но в центре внимания люди, которые стояли у истоков. Супруги Алексей и Татьяна Смирновы, которые создали школу. Нам всем было меньше 30. Мы были педагогами. Нам хотелось строить новую Россию. Нам хотелось создавать новое образование, новые отношения к ребенку, к человеку. Хотелось человечности, глубины, честности, правдивости. Все это у нас получилось. Начинали с малого, вспоминает Татьяна Юрьевна. В первый год набрали 30 детей. На второй – 100. Сейчас школа образ – это 11 классов и детский сад. Число воспитанников – 250. Детки учатся не только, постигают науки общешкольные, но и учатся различному творчеству. То есть вот в этой школе совмещается все – и творческое начало в ребятах, и умственное постижение, и, конечно, воспитание, православное воспитание. По мнению руководства школы и педагогического коллектива, 30 лет – это прежде всего путь формирования традиций, постоянный поиск нового в образовании, применение передовых методов в обучении и исследовании. Главное было – не допустить закостенения. Татьяна Юрьевна, огромное вам за это спасибо. Вы делаете свое дело, очень важное, очень тихо и очень так по-православному. Поэтому низкий поклон вам, спасибо за вашу работу. И, конечно же, школе процветания, здоровья, терпения всем педагогам. Владимир Волков вручил педагогам и работникам школы благодарственные письма за многолетний добросовестный труд и успешную работу по воспитанию подрастающего поколения. С наградами приехали и представители Министерства образования Московской области. В этом году мы заключили договоры между школами-флагманами и школами православными. Надеясь, что наши школы-флагманы поделятся лучшими технологиями в обучении и методике, а школы православные внесут вот этот дух, вот эта божественность, которой так не хватает нашим обычным школам. Завершила торжественное мероприятие экскурсия. Гостей провели по школе и познакомили с шестью направлениями учебной программы, которые реализуют образовательные учреждения. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Ежегодно в первое воскресенье октября в нашем регионе отмечается День Московской области. В честь праздника в округе прошли торжественные мероприятия. Одной из площадок стала кадетская школа. Там ученики подготовили праздничный концерт. Красивая военная форма, армейская выправка и железные дисциплины. Главное отличие кадетов от учеников общеобразовательных классов. Поэтому и песни на концерте патриотические. Репертуар подбирали сами ребята. Я патриот своей страны, своего города и очень рад, что принимала участие в таком мероприятии, как сегодняшнее. Патриотическое воспитание в кадетской школе занимает важную часть. В школе регулярно проходят встречи с ветеранами и действующими военнослужащими. Патриотизм, он может проявляться в мелочах. Сегодня мы всем залом пели песню о нашей стране. И это тоже патриотизм, это чувство единения. Наши кадеты, участники всех мероприятий, будь то региональные, будь то городские, будь то всероссийские, мы всегда вместе. Первый и единственный кадетский класс появился в Либерецком округе в 1995 году на базе школы номер 45. А сейчас это кадетская школа, в которой учатся более тысячи детей. Из них участие в концерте приняли ученики средних и старших классов. В нашей школе такие мероприятия проводятся часто. Мне они очень нравятся. Патриотические мероприятия важны, это необходимо нашему современному поколению. В этом году Подмосковье исполняется 93 года. Концерт, посвященный этому празднику, в кадетской школе проходит ежегодно. Если вздали мы, родные дорогие, вам московные вечера... Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Уже более 30 лет в начале октября в России отмечается День пожилого человека. Этот праздник имеет международный статус. Его учредила Генассамблея ООН, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам и переживаниям людей старшего поколения. В Люберцах по традиции этот день не обошелся без праздничного концерта. Сал Люберецкого дворца культуры полон людей. Каждый год в начале октября его двери открывают для представителей старшего поколения, чтобы подарить настоящий праздник для души. На главную сцену округа вышли и представители власти, чтобы выразить седовластым виновникам торжества благодарность за мудрость, жизненный опыт и духовные ценности, которые они передают молодому поколению. Хочется пожелать, чтобы вы берегли свое здоровье, вы были всегда активны, вы также продолжали общаться, передавать знания, передавать свой опыт, делиться этим всем знаниям. Вы именно тот оплот, именно какая-то база, основание, которая позволяет нам сегодня взращивать молодежь, опираться на ваш опыт. Вы сегодня несете этот опыт, несете мораль, вы несете любовь, вы являетесь оплотом каждой из вас в своих семьях. К этому я истинно желаю вам добра, здоровья, долголетия. Гостей праздника порадовали своими выступлениями лучшие творческие коллективы и артисты округа, в том числе и финалист популярного музыкального шоу Александр Рожников. Для своих земляков он исполнил песню, с которой он удачно выступил на первом этапе телепроекта. А белый лепест на пруду качает подшую руку. Луиса Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В поликлиниках округа продолжается скрининговое обследование пациентов, перешагнувших 60-летний рубеж. Возраст не помеха. Цель акции – оказание качественной гериатрической помощи гражданам пожилого и старческого возраста. Тест содержит 7 вопросов. Исходя из ответов, медики определяют уровень истощения организма человека. И если требуется, его направляют к врачу-гериатру. В чем заключается специфика работы этого специалиста, узнала наша съемочная группа. Гериатр Нилуфар Абдулаева принимает пациентов два раза в неделю. С одним человеком работает в течение часа. На приеме – жительница Люберец Алла Шкатова. У меня куча, меня и направили, наверное, большой, в общем-то, у меня кровь неизлечимых болезней. Но пока позитивно отношусь к ним и справляюсь. К гериатру пациенты попадают после узких специалистов, которые проводят среди граждан старшего поколения опрос «Возраст не помеха». И на основании ответов диагностируют, имеется ли старческая астения, истощение ресурсов организма. Если угасание функций присутствует, то направляют к гериатру. Его задача – своевременно выявить гериатрические синдромы, которые могут привести к осложнениям в старости. Естественно, помочь пациентам сохранить свою сохранность самообслуживанию, быть независимым от постороннего ухода. Большинство пациентов Нилуфар Абдулаевой за 60. Чтобы выявить уровень истощения организма, используют ряд тестов, рекомендованных Ассоциацией геронтологов. Большие часы нарисовать и покажите мне, получается, 20 минут десятого. На приеме Александра Андреевна Чайка. У гериатра женщина впервые. Направил лечащий врач. К выполнению тестов относится с юмором, но выполняет старательно. «Беспокоит меня уже возраст. И начинаются проблемы. А проблемы начинаются сами. То там, то там. В основном у меня проблемы. Я пришла. У меня голова кружится». Затем следует выполнение ряда других тестов. Что касается теста с часами, то гериатра внимательно наблюдает и устанавливает, есть ли у пациента когнитивные нарушения. «Нарушение ориентироваться во времени, в пространстве. Допустим, он нарисовал неправильные часы. У нее не с 12 начинались часы. Расположение цифр, циферблате». Обследование пациентов комплексное. Гериатр работает в связке с другими врачами. Поэтому после приема она рекомендует пациенту проконсультироваться у невролога, сдать анализы на остеопороз. После того, как пациент посетит указанных специалистов, гериатр определит нуждаемость человека в социальной помощи, подберет план лечения и реабилитации сроком на один год. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всю неделю в Люберцах проходил первый всероссийский форум, посвященный вопросам лечения, реабилитации и адаптации людей с болезнью Паркинсона. Пациенты с этим диагнозом зачастую закрываются в себе и не знают, какие есть пути выхода из стрессовой ситуации. А их очень много. Луиза Егезарян расскажет подробнее. О своем диагнозе болезнь Паркинсона Наталья Маркова узнала в январе 2020 года. Сначала были страх, тревога и неуверенность. Но женщине удалось за короткое время преодолеть их. Я решила, что надо выйти из этой темной комнаты. У меня скованность мышц, которые в принципе нарастают, если нет совсем занятий. Занятий нет, а заниматься надо обязательно. Это йога, это растяжки, дартс, который я люблю, и настольный теннис. Наталья записалась в клуб «Надежда». Это физкультурно-оздоровительный центр для спортсменов-инвалидов. Совместно с тренерами она активно занялась просветительской работой. Так и появилась идея провести первый в России форум для людей, страдающих болезнью Паркинсона. Мы с этим диагнозом столкнулись вообще впервые в рамках нашего клуба, работая с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому мы стали интересоваться более глубоко в этом вопросе. И поняли, что тема абсолютно не раскрыта. Люди неосознанно забыты. Люди очень мало знают информации. И поэтому сначала мы организовали огромную конференцию, которая прошла у нас в мае этого года. Я очень благодарен муниципальному образованию Люберцы. За то, что они представили нам такую площадку и возможность в дальнейшем сотрудничать по ЛФК, лечебной факультуре, отработке, может быть, новых методов реабилитации. Форум собрал более 100 участников из 80 городов России. Для них организовано несколько встреч в формате лекций, круглых столов и мастер-классов. Также здесь представлены творческие работы людей, которые научились жить с болезнью Паркинсона. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В картинной галерее округа открылась выставка Натальи Степановой, главного хранителя фондов Люберецкого кровеческого музея. Приурочена она к юбилею художницы. Но когда мы открываем выставку камерную, да еще нашего члена семьи, это в два раза приятнее событие, семейное событие. У Натальи Степановой это уже третья персональная выставка. Называется она «Как прекрасен этот мир». На ней художница представила 38 работ, написанные начиная с 2016 года. Все сюжеты картин навеяны событиями жизни. И поэтому все, что мы с вами видим, практически почти все, это только то, что у меня в голове. Я подхожу к холсту, я вижу эту картинку, и я ее начинаю раскрашивать своим, то есть заливать своим цветом, который я чувствую. Писать картины маслом Наталья Степанова начала в 58 лет. К 65-летию в ее арсенале уже около 300 работ. Многие из них украшают не только выставочные залы, но и частные коллекции в России. Некоторые картины находятся в Мадриде. Цветовая гамма картин такова, что даже если приходишь сюда с плохим настроением, придешь, в принципе, то уйдешь уже точно с радужным, потому что такой потенциал красок, что невозможно не заразиться этим светом. Выставка Натальи Степановой «Как прекрасен этот мир» открыта для всех желающих. Посетить ее можно до 30 ноября. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 3 октября весь мир отмечал Всемирный день ходьбы. В России спортивному празднику дали свое название – Всероссийский день ходьбы. В Люберцах его по традиции отметили в Центральном парке. Участники – старшее поколение люберчан. Подробности мероприятия у нашего корреспондента. Серое небо, ветер и мелкий дождик. И все это не пугает. В Центральном парке десятки спортсменов, которые, несмотря ни на что, решили выйти на дистанцию. Николаю Денисову 82 года. Пришел вместе с супругой и дочкой. Северной ходьбой увлекся около года назад. Для укрепления тонуса здоровья самое. Торжественное открытие. Спортсменов поздравил первый заместитель председателя Совета депутатов Александр Шлопак, который пожелал ходокам бодрости духа и отметил, что у спортсменов нет плохой погоды. Годиновская ходьба, ты теперь моя судьба. С двумя палками хожу и здоровьем дорожу. Спортсмены приехали из Малаховки, Тамилина, Октябрьского и, конечно же, из Люберец. Несмотря на стойкость участников, поправку на непогоду организаторы все же сделали. Сегодня у нас погода достаточно серьезная, но люди у нас настойчивые. Пришли сегодня, невзирая на этот дождь, мы сократили нашу дистанцию с полутора до 750 метров. Но сначала разминка. Провела ее инструктор по легкой атлетике Ольга Фонина. Участники растянули плечевые и тазобедренные суставы. Упражнение для всех группы мышц. Каждое упражнение влияет по-своему, да, и на всю группу мышц. От верха до низа. Шейный отдел, всех отделов. Дистанция – главная аллея Центрального парка. Спортсмены опытные преодолели быстро. Галина Федотова занимается северной ходьбой 10 лет. Причина – начала болеть спина, колени. Сейчас личный рекорд – 12 километров. Я все еще хожу. Мне не стали делать ни операцию, ничего не нужно было такого. Поэтому здоровый образ жизни – это полезно. По итогам захода победила дружба. Поощрительные призы, термосы получили все участники. Осенью и накануне зимы, как отметили люберчане, это самая практичная награда. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Подмосковье прошел мотопарад, посвященный закрытию сезона. В нем приняли участие около 300 байкеров. Традиционный фестиваль провели в Малаховке. Подробнее расскажут мои коллеги. Еще за несколько часов до старта на площади перед культурно-досуговым центром «Союз» начали собираться люди. Для них мотоцикл является неотъемлемой частью жизни. Малаховка объединяет байкеров не только из городского округа Люберцы. Например, Сергей и Валентина приехали из Раменского. Для них этот фестиваль особенный, юбилейный. Супруги участвуют в нем 20-й раз. Всех знаем тут, все знакомые, все наши друзья. Это весело, круто. Это образ жизни. Настрой очень праздничный. Мы очень рады, что в наш состав вошло еще 4 области. Поэтому наши братья вернулись к нам домой. Под флагом нашего клуба мы уже второй десяток. Здесь организовываем фестивали. Здесь у нас вот такой якорь, который людей держит. Это большая страна, большое государство. И люди, те, которые сегодня у нас, тому и подтверждение. То есть нет границ, нет преград для того, чтобы мы вместе не встречались и вместе не организовали праздники. Все годы, что проходит фестиваль, Малаховка встречает байкеров из России, Республики Беларусь, Казахстана, Латвии, Украины. Юрий вместе с друзьями ежегодно приезжает на эту встречу из Луганской Народной Республики. Дорогу почти в 800 километров преодолевает, конечно, на мотоцикле. Вот образ, оно неразделимое. Сюда встречаемся, проезжаем, видимся, списываемся, созваниваемся. Настроение бодрое, особенно после вчерашнего подписания указа «Полёт выше крыши». Отец москвича Александр Шейна – постоянный участник фестиваля. Сегодня вместо него приехал сын. Железного коня Саша оседлал только в июле. Первый раз вообще в таком масштабном мероприятии. Первый раз еду в колонию. Ожидания высокие. Погода, конечно, не самая благоприятствующая, но очень интересно. Как раз-таки такой кайф, задор. Байкеры стартовали от культурно-досугового центра «Союз», чтобы сделать круг почёта через Берию, Жуковский и Раменская. Финишировали в Малаховском летнем парке. Здесь участников фестиваля ждала большая концертная программа. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова